Возвращаться домой всегда приятно, а возвращаться с большой победой приятно вдвойне. Двукратный призер юношеских Олимпийских игр Алина Масейко признается, что такого внимания к своей персоне не ожидала. А вот в родном Омске удачного выступления от 16-летней спортсменки ждали, хотя такого результата две медали, одна из которых высшего достоинства, никто, конечно, не планировал. Юношеские игры вторые, только начинают развиваться. Очень приятно, что уже есть такой огромный старт. И старт именно фехтования, где у нас прекрасная школа, прекрасный тренерский состав, есть традиции фехтования в городе Омске, в Омской области. Поэтому я думаю, что первая ласточка есть, которую нужно поддерживать. Алина Масейко могла привезти домой два золота, но немного подвел командный турнир, где россиянки уступили в финале. Зато в личном зачете равных Омичке не нашлось. По ходу турнира Алина набрала такой ход, что сильным спортсменкам из Мексики, Венгрии, Италии и других стран осталось претендовать максимум на второе место. Теперь Алина с гордостью демонстрирует заслуженные награды, но останавливаться на достигнутом не собирается. Игры в Нанкине, они хоть и олимпийские, но все же только юношеские. А чтобы претендовать на участие в настоящей, взрослой Олимпиаде, юной Омичке предстоит еще очень много работы. Теперь у меня сезон впереди, большой, плодотворный. Тоже надо будет попадать в сборную команду, стараться, усердно тренироваться. Плотный соревновательный календарь времени на передышку спортсменке почти не дает. Два, максимум три дня на акклиматизацию и небольшой отдых, а затем снова тренировки. Следующий крупный старт, турнир сильнейших вехтовальщиков России, где Алине предстоит соревноваться уже со взрослыми спортсменами, начнется для юной Омички 10 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok